Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про одну замечательную аптечную мазь. Более того, мы про нее поговорим не только сегодня, но и в ближайших несколько видео. Потому что эта мазь достойна самого пристального к себе внимания. И речь идет про мазь левомиколь. Я думаю, у очень многих людей в аптечке есть либо левомиколь, либо ее старший собрат, мазь левосин. Причем не просто есть, а есть иногда на постоянной основе. И очень многие люди знают, любят и ценят эти мази за их потрясающие заживляющие свойства. Более того, эти мази не только заживляют раны у нас, у людей, у взрослых и у детей. Эти же мази очень любят ветеринары за их потрясающие заживляющие свойства, но уже у их питомцев, у животных. И мало кто из людей догадывается, что в их аптечке находятся настоящие бестселлеры. И если бы среди аптечных продуктов можно было раздавать Оскар, то он точно был бы у этих двух потрясающих мазей. Так вот, у вас в аптечке находятся уникальные мази. Во-первых, эти мази первые в мире, еще раз подчеркну, советские мази первые в мире. Это действительно были первые в мире комбинированные мази для лечения ран в первой стадии раневого процесса. Но об этом я поговорю чуть дальше. И совсем недавно эти мази отпраздновали два юбилея. Первый юбилей – это уже отметили 45-летие с момента создания этих мазей. Но я вам приоткрою небольшую тайну. Дело в том, что мазь Левосин, она чуть-чуть постарше. Потому что у меня есть достоверная информация, что в 1974 году произошла одна судьбоносная встреча, которая, возможно, и дала путевки жизни этим двум замечательных мазям. Поэтому я вам в одном из следующих видео расскажу замечательную историю создания этих мазей. А она того стоит. Она даже иногда с замиранием сердца. Потому что был момент, когда на этих мазях поставили жирный крест. И, может быть, мы бы с вами никогда в жизни не узнали про эти замечательные аптечные продукты. Но вот вторая дата, она более достоверная. В прошлом году, в 2020-м, отметили 35-летие с момента серийного производства этих мазей. Действительно четко известно, что серийное производство этих мазей началось в 1985 году. Ну а что же произошло в промежуток с 1974 по 1985, я вам тоже поведаю, когда буду рассказывать про историю создания этих замечательных мазей. Про эти мази говорят не иначе, как это мази, без которых нам не жить. Кстати, совсем недавно, к столетию российской фармацевтической промышленности, при поддержке такого фармацевтического производителя, как Стада, вышла в свет книга, которая называется «Отпускается без рецепта лекарства, без которых нам не жить». И один из топовых продуктов, который описан в этой книге, это именно мазь Левомиколь. Так вот, действительно, это те мази, без которых нам не жить. И, кстати, с момента своего серийного производства эти мази стали брендами. Они, во-первых, входят в топ-10 самых популярных мазей по критерию «эффективность цена». То есть, покупая за свои деньги вот эту мазь, вы получаете самые эффективные продукты. Более того, они настолько действительно эффективны и востребованы, что был даже вот такой рекорд, когда мазь Левомиколь выходила в количестве полмиллиона тюбиков в месяц. Полмиллиона тюбиков в месяц. Вот, доказав действительно свою всенародную любовь и признание. Но это любовь и признание не только, скажем, людей на просторах бывшего СНГ. Эти мази имеют мировое признание. Но я вам уже говорила, что, во-первых, они первые в мире комбинированные мази. Так вот, например, мазь Левосин, она получила международное признание в 1997 году в Лондоне. Оксфордский центр радиационной медицины признал мазь Левосин самой лучшей для лечения ожогов, полученных после радиационного облучения. И, кстати, мазь Левосин входит в перечень жизненно важных, незаменимых медицинских препаратов и на данный момент. По большому счету, мировое признание нам-то особо не нужно, потому что так и хочется сказать, что мы на собственной шкуре испытали потрясающее действие этих замечательных мазей. Но я вам еще приоткрою небольшую тайну. Эти мази спасли не только конечности очень многим людям, эти мази спасли, возможно, и жизни очень многим людям, потому что прошли, скажем так, боевое крещение огнем, водой и медными трубами, потому что эти мази себя показали и во время войны в Афганистане, и во время землетрясения в Спитаке. Но об этом мы снова-таки с вами дальше будем говорить. Ну и теперь, что называется, ближе к нашему телу. Когда же применяется мазь Левомиколь? Я вам буду рассказывать не просто когда применяется, но иногда я буду даже проговаривать, как правильно эту мазь использовать и наносить. Но поскольку я проговорила про ее старшего собрата, мазь Левосин, и есть смысл вам вкратце рассказать про состав этих мазей, тогда вы поймете. Может быть, в вашей нынешней ситуации, в вашем конкретном случае, вам лучше купить не Левомиколь, а именно мазь Левосин. Так вот, что объединяет эти мази? У них общая основа полимерная, про это мы поговорим чуть ниже, но в них есть два активных компонента. Это антибиотик Левомицетин, почему Левомицетин, и про этот антибиотик я вам говорила, когда рассказывала про аптечную мазь Синтомицин. Да, и Синтомицин, и Левомиколь в своей основе содержат один и тот же антибиотик широкого спектра действия Левомицетин. И второй важный компонент – это метилурацил. Про этот компонент и про эту мазь метилурацила в УЮ, в частности, я вам тоже уже говорила. Так вот, эти мази обладают выраженным противомикробным или, как хотите, антибактериальным эффектом и заживляющим. То есть, это основные задачи. И когда я вам вначале говорила, что это первые в мире комбинированные, да, не моно, а комбинированные несколько ингредиентов, мази для лечения ран в первой фазе раневого процесса. Так вот, смотрите, первую фазу раневого процесса специалисты называют иногда либо фаза воспаления, либо гнойно-некротическая. Для простых людей вот эти цифры, вот эти термины, собственно говоря, ни о чем. Это, например, хирург понимает, что происходит с вашим организмом, с вашим пораженным органом, с вашей кожей. А если вы получили вот эту самую рану. Более того, хирург четко знает, в какие временные промежутки, в первые несколько часов вам эту рану нужно обработать, какие лекарства там наложить, да, может быть, вам дать внутрь антибиотики и так далее, и тому подобное. Но мы же с вами, чтобы понимать легче и лучше, зачем вот эти мази создавались, давайте представим такую ситуацию гипотетическую. Мы с вами напоролись на ржавый гвоздь. Вот лично у меня это в детстве было. То есть распороли, допустим, на бедре кожу ржавым гвоздем. Что мы с вами испытываем? Конечно, невероятную радость. Особенно, если это дети, невероятная радость, в кавычках, простите, у родителей. Во-первых, это дикая боль. Во-вторых, это нарушение целостности кожи. Действительно, разрыв, может быть, кровь бежит, да, скорее всего, она там и будет. Если это такая рана, о которой мы с вами говорим. Следующий момент. Ржавчина с гвоздя попала в нашу рану. Вместе с ржавчиной попали невидимые нам микроорганизмы. Потому что даже мы с вами понимаем, если мы даже просто порезались дома на кухне, то перед тем, как рану перебинтовать, нам с вами ее нужно чем-то обработать, промыть. По крайней мере, водой. Не говоря о том, чтобы применять антисептик, да. Следующий момент. Спустя некоторое время рана может нагнаиваться. Может быть выраженный отек. Может быть синяк и так далее и тому подобное. Так вот, когда создавались эти мази и подразумевалось, должны быть какие-то компоненты, которые будут влиять на все. На боль, на заживление, на вот это вот обсеменение, да, чтобы не было гноя. И соответственно стояла задача, чтобы один препарат, одна мазь решала все вот эти проблемы. Поэтому прежде всего создавался не левомиколь, а его старший собрат левосин. Так вот, в левосин еще добавили такие компоненты, точнее изначально они входили как компонент противомикробный, который называется сульфадиметоксин и анестетик тримекаин. И почему именно так? Во-первых, усиливался левомиколь антибиотик еще одним парадом длительного действия. Это первый момент, то есть там два, скажем так, противомикробных компонента. Ну и плюс, если есть боль, с ней же нужно как-то справляться, поэтому и был добавлен анестетик тримекаин, который работает, конечно, даже, кстати, простите, конечно, гораздо лучше, чем навокаин. Более того, вся вот эта основа и мази левосин, и мази левомиколь – это полимеры. То есть это специальные полиэтиленгликоли разной длины, разной массы, которые, во-первых, помогают дренировать рану. То есть они работают как насос, они выкачивают, вытягивают, правильно бы сказать, гной из раны. При этом они являются прекрасной основой, в которой, ну, как бы транспортным такси, которые доставляют все другие активные ингредиенты мази вглубь раны. Вот они увеличивают эффективность антибиотика в 9 раз. Вот представляете, в 9 раз антибиотик становится эффективнее благодаря тому, что он замешан на вот этих вот полимерах. И эти же самые полимеры помогают достигать антибиотику вглубь раны, даже если она очень глубокая. И вот эти потрясающие свойства дегидратации, да, во-первых, вот эти мази не дают распространяться воспалению, плюс вытягивается гной, а антибиотик прицельно проникает вглубь раны, даже туда, куда вот непросто так долезть и рану промыть. Вот, собственно говоря, почему и именно левосин в вашей ситуации, в конкретной, может быть гораздо эффективнее, чем левомиколь. Например, если у вас панорицы, да, или паранихия, как говорят, мы вот с вами сходили на маникюр, подрезали себе кутикулу, да, занесли инфекцию, и у нас палец, все знают, такие болевые ощущения, когда палец у тебя дергается, да, и невыносимо больно. Возможно, в этом случае не левомиколь вам будет лучше работать, а именно левосин, поскольку он будет обезболивать. Или же есть очень болезненные, например, послеоперационные швы раны. Там, снова-таки, левосин будет гораздо эффективнее, чем левомиколь. Вот в чем вся особенность. Если вам нужно еще предварительно обезболить рану, тогда смотрите в сторону левосина. Ну и в конце первого видео давайте я расскажу, как правильно наносить мазь левомиколь при ранах. Ведь именно с этой целью, прежде всего, у нас мазь этой находится в аптечке. Так вот, смотрите, неважно, какая у нас рана, свежая, без видимых признаков нагноения, или же рана застарелая, нагноившаяся и, к тому же, вялозаживающая. Например, такие раны бывают трофические язвы, банально при варикозном расширении вен или при сахарном диабете. Так вот, если у нас с вами рана свежая, неглубокая, мы ее с вами промываем, желательно антисептиком, желательно рану промокнуть, просушить. И мы накладываем нашу мазь левомиколь на рану, а сверху обязательно делаем повязку, причем накладываем стерильную марлевую повязку и меняем вот такие вот повязки один раз в день. Этого вполне достаточно. Если же у нас рана гнойная, то в таком случае ее промывают, опять-таки, антисептиком. Накладывают левомиколь на рану и накладывают левомиколь на стерильную марлевую повязку. И эту же повязку, то есть фактически левомиколь на левомиколь, мазь на мазь, да, накладываем и перебинтовываем. И вот в таком случае, если у нас гнойные раны, повязки в среднем меняются два раза в день. Но иногда по необходимости такие повязки можно менять и чаще. Когда возникает такая необходимость? Я вам уже говорила, что основа левомиколя, она способствует вытяжению гноя из раны. И как только ваша повязка разбухла, намокла, вы видите, что она вытягивает гной, то есть она пропиталась гноем, и есть смысл поменять повязку с левомиколем. И сколько вот это, да, лечение одного вида ран, гнойных ран, все зависит и от вашего организма, и от вашего возраста, и от вашего здоровья в целом. Кому-то будет вполне достаточно 3-5 дней для того, чтобы рана затянулась и как бы вы забыли про нее. А кому-то, возможно, придется 7-10-14 дней. Но сразу хочу отметить, когда я вам буду рассказывать про историю создания левомиколя и левосина, я упомяну, что во время клинических исследований врачи подтвердили, что эти мази работают в 10-20 раз эффективнее, чем их собратья, которые использовались до этого момента. Поэтому даже если у вас рана затягивается 7-10 дней, вас должна греть мысль о том, что левомиколь все-таки работает гораздо эффективнее, чем если вы лечились какой-то другой мазью. Ну и еще бывает такой вариант, когда есть глубокие раны. Так вот, глубокими ранами все-таки должен заниматься хирург. Во-первых, глубокую рану нужно уметь промыть. А во-вторых, в глубокую рану нужно ввести левомиколь. Обычно в таком случае он нагревается до температуры в среднем 35 градусов. Дальше берут шприц, в него помещают левомиколь и с помощью, уже когда используется шприц, левомиколь вводится глубоко в рану. И потом сверху опять-таки стерильная повязка с мазью накладывается. Так что если раны глубокие, все-таки лучше довериться врачу и ходить именно в перевязочный кабинет. Так что вот такие небольшие вам напоминалки, как правильно использовать мазь левомиколь для быстрейшего, скорейшего заживления. Ну а в следующем видео я вам расскажу, как левомиколь применяется при гайморите, при корочках в носу, при отите и даже как левомиколь использовали для лечения ангины. Кстати, сразу скажу, не шею мазали, а как-то по-другому.